Планшетный компьютер Atlas Tab R9. Это устройство имеет диагональ 9,7 дюймов и соотношение сторон 4 на 3. Такое соотношение, по ряду мнений, является более удобным, чем 16 на 9. То есть, экран планшета больше похож на квадрат, чем на прямоугольник. Его очень удобно держать в двух руках, независимо от его ориентации. Разъемы все находятся на боковой поверхности. Полноразмерный USB. Сюда можно подключать любые устройства. Видеокамеру, фотоаппарат, флешку. USB OTG для подключения к компьютеру. Также mini HDMI. Разъем для зарядки. И разъем под карты памяти. SIM слот заглушен, 3G модуля здесь нет. Экран IPS обеспечивает хорошие углы обзора. На солнце не бликует. И очень хорошо отрабатывает прикосновения. То есть, с этим экраном приятно работать. Достаточно легкого прикосновения, чтобы планшет сделал то, что вы хотите. Видите, он нисколько не задумывается, быстро отрабатывает все движения. Проверим это в браузере. Мазерати. Голосовой ввод правильно распознал слово. Перейдем на сайт, который содержит элементы программинга, флеш и джава анимации. Этот сайт не оптимизирован под мобильное устройство. Посмотрим, что планшет в полном объеме отображает все элементы сайта. Быстро между ними переключается. И работает корректно. Выберем машинку, которую мы разрисуем с помощью веб-конструктора. То есть, это неустановленное приложение. Это вот сайт Мазерати. Выберем понравившийся цвет. То мы попробуем разрисовать изнутри. Интериор. То есть, веб-технологии. Попробуем ввести другой сайт. Воспользуемся клавиатурой. Выберем язык. Вот сайт с джава анимацией. Открываем. Воспользуемся клавиатур. Этот сайт также не оптимизированный, поэтому видим, что все элементы отображаются корректно. Конечно, компьютер на Windows немножко быстрее, но в то же время вполне нормально. Очень плавно. Покажем потоковое видео. Здесь есть клиент YouTube. Версия для третьего, четвертого Android, вот такая вот, красивая. Можем ввести, например, голосовым вводом. Дайвинг. Планшет с первого раза поставил распознанное слово в строку поиска. Планшет на весь экран, без всяких раздумий. Каширование происходит быстро. Wi-Fi работает хорошо. Работа с офисными документами. Откроем проводник. Откроем документ Word. Как подключить 3G-модель к планшету. Как прописать точки доступа. Инструкция. Ее можно редактировать с помощью этого клиента. Можно отсылать по электронной почте. Прямо из этого Explorer. Отправить. Выбираем Gmail. Можно через контакт отправить. Вот вложение у нас здесь. Выбираем адресат и нажимаем кнопку отправить. Отправляем. Презентации. Также можно просматривать на большом экране. Они хорошо листаются, отображаются. Они немножко тяжелее, чем Word. Электронные книги. Откроем электронную книжку. В формате FB2. Работа по локальной сети. Файловый менеджер позволяет работать в сети. То есть, мы выбираем компьютер, выбираем по IP-адресу. И можем заходить на компьютер. Скажем, на домашний, офисный. И брать с него любую информацию, которая нам нужна. Вот, например, загружаем файл с компьютера. То есть, не обязательно подсоединять кабели. Достаточно Wi-Fi соединения. И планшет с любого компьютера отобразит нужный файл. Это касается и приложений, и картинок, и видео. Можно с компьютера открывать все, что угодно. Копировать, перемещать. Можно на компьютере изменять файлы. Работа. Производительность. Запустим бенчмарк. И видим уже, какие результаты здесь есть. Здесь ряд тестов, которые планшет уже прошел. Нажмем кнопку меню. Можно воспользоваться аппаратной клавишей. Можно экранной. График результатов. Видим, наше устройство находится на пятом месте с конца. То есть, оно опередило Моторолу Дроид, HTC Дезайя. LG Optimus оказался немножко быстрее. На одну секунду тест прошел больше. Быстрее. То есть, как видим, планшет на уровне с устройствами от мировых производителей. И за очень умеренные деньги. Планшет имеет процессор 1.2 Гигагерца ROG-чип. 1 Гигабайт оперативной памяти. Это позволяет играть в 3D-игры. Вот, например, 3D-шутер. Вот GameLoft. Пропустим заставку. Загружается уровень. То есть, в панели задач она не пропадает. Она все время горит. То есть, какие-то уведомления, сообщения, почта, статусы сети, батареи. Они отображаются в всех программах. Вот загрузилась игра. Спасибо. Продолжение следует... 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 весь уровень проходить не будем не будем